У нас у людей есть такая очень интересная привычка, если вы отследите и поделите людей на две группы, на людей-предпринимателей успешных и на всех остальных, то вы увидите, что обычные люди всегда идут по принципу школы, нужен конкретный ответ, вот решение конкретного вопроса, конкретного примера, нужен ответ и за это получить оценку. То есть нас приучили к тому, что все имеет очень конкретный ответ, мы должны его найти, получить оценку, садись пять, что делать с этой пятеркой, зачем нужен этот табель, как вообще с этим жить, зачем эти знания, зачем ты это учил, этому никто не учил, главное получить оценку. Вот в жизни я сталкиваюсь, когда с обычными людьми, уж простите так назову, люди всегда хотят какой-то супер конкретики, а когда мы хотим какой-то супер конкретики, вот скажите мне, что надо делать, мы сразу же себя автоматически переносим в лагерь исполнителей, потому что когда нанимают исполнителей не сильно хороших, не сильно хороших, им четко говорят, что нужно делать. Вот на кассе сидит тетя, ей говорят, вот ты должна пробивать, да, и она сидит и пробивает. Сейчас во многих супермаркетах уже есть кассы самообслуживания, и все мы понимаем, что даже если мы совсем не понимаем, как это работает, то с помощью всех экранов чудесных, на которых все написано, мы все с вами очень легко становимся кассирами. Это говорит о том, что эта профессия очень легко заменима, причем я думаю, что в скором времени она действительно будет заменима полностью роботами, и как бы люди для этого не понадобятся. А вот люди, которые создают, люди, которые открывают интересные бизнесы, или люди, которые работают топами в компании, это люди, которые прежде всего умеют сами создавать интересные задачи и находить под них нестандартные решения. Потому что Икеа в свое время, если вы не смотрели никогда, вот, кстати, у трансформатора Димы Портнягина, когда-то несколько лет назад вышло классное видео про Икеа-компанию, где он ездил там на завод и рассказывал, как вообще создавалась эта компания, вот, которая сегодня там является одним из лидеров рынка, может быть, лидер рынка, не знаю, точно. Так вот, все начиналось с какой-то конкретной идеи, и люди эту идею потихонечку распаковывали, трансформировали, расширяли, масштабировали, и в итоге захватывали мир. То есть приходила какая-то интересная мысль, не стандартное решение, к которому все привыкли, не ответ на вопрос, сколько будет 2 плюс 2, а интересный некий подход, когда люди задавались целью, а как сделать так, а что нужно потребителю, а как бы это было интересно, а как это проявить, и так далее, и так далее. Так вот, для того, чтобы вы могли стать миллионером, вы прежде всего должны осознать очень простую вещь, что миллионеры не мыслят шаблонно, и миллионеры это не люди, которые ищут конкретного ответа, как сделать, потому что то, как сделал кто-то, в вашем случае уже никогда не сработает. И то, как делает сегодня ваш конкурент, это он так делает, и вне зависимости от того, во-первых, мы никогда не знаем, насколько его бизнес-модель успешна или не успешна, поверьте мне, я уж точно вам могу сказать, я когда-то, когда я занималась свадьбами, и меня копировали все, кому было не лень, я специально делала какие-то леваковские штуки такие, которые могла себе позволить сделать только я. И я намеренно смотрела, как люди за мной повторяют, и знаете, как в болото заходят, то есть я прям делала такую дырку в болото, и приглашала туда всех людей, потому что это было забавно наблюдать, то есть как люди совершенно тупо, не думая, просто идут по твоим следам, повторяя их, в надежде на то, что типа это сработает. Поэтому за деньги я обучала людей, как это делать правильно, а на рынке бесплатно я дрейфовала и делала такие вещи, которые людей просто засаживали в болото, и за этим было забавно наблюдать. Намеренно запуская проекты, которые утопические абсолютно, я делала вид, что они фантастические, и наблюдала, как люди просто себя топят. Ну такое было, надо признаться, развлечение просто, потому что я считаю, что ленивые мозги должны оставаться в болоте, потому что ленивые мозги, они на то и ленивые мозги, чтобы быть где-то внизу, а не пытаться взлететь вверх. Так вот, я хочу, чтобы вы понимали, что если вы стремитесь в своей жизни к каким-то достижениям, высотам, если вы стремитесь образно, в прямом и в переносном смысле стать миллионером, то миллионер – это всегда человек, который мыслит нестандартно и нешаблонно. Миллионер – это вот можно даже назвать, наверное, миллионер мозгов, да, прежде всего. Миллионер мозгов – это человек, у которого нету страха, что у него не получится, это человек, который достаточно свободен для того, чтобы тестить самые безумные идеи, это человек, который достаточно смел для того, чтобы понимать, что не все его идеи будут реализованы. Миллионер – это человек, который всегда признает, что он внизу и он учится, он не стоит сверху, его позиция никогда не сверху, вы все мелкие, нет. Миллионер – это человек, который знает, что перед ним, вне зависимости от того, сколько у него денег, еще миллион неизведанного, а значит, есть миллион возможностей. Миллионер – это человек, который подключается к самой мощной силе на этой планете. Это сила нашей энергии, нашего подсознания. Если вы сейчас внимательно начнете изучать состоятельных, успешных людей, то, как правило, у каждого из них вы где-то найдете в интервью, что эти люди медитируют, что эти люди находят ответы неожиданно во снах, к ним приходят какие-то идеи и инсайты совершенно в каких-то странных местах быстрым образом, и это люди, которые тут же берут эту идею, начинают ее развивать. Есть определенный, у каждого такого успешного человека есть внутренняя вот эта интуиция, и определенный период времени, когда люди ее забрасывают, знаете, в такую волшебную комнату в своей голове, думают об этом, придумывают какие-то вариации, и спустя там какую-то неделю человек понимает, интуитивно чувствуют, стоит ли вливать туда свои деньги, свою энергию, либо не стоит этого делать. И миллионер всегда, прежде всего, рождается в голове.